Особенности национальной бани. Часть первая. Турецкая баня-хамам. Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале! Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И раскрыть некоторые особенности национальной бани. Баня как таковая в разной форме практикуется у разных народов мира с незапамятных времен. Если вы откроете интернет, прочитаете статьи, видео, книжки, у вас может создаться иллюзия, что приняв героическое решение, а схожу-ка я в баню попариться, и по умолчанию вы получаете очищение организма, омоложение, оздоровление, укрепление иммунитета. Но! Если мы посмотрим на очереди в баню и в медицинские учреждения, то окажется, что там очереди больше. Часть людей, не успев очистить свой организм, попадает на лечение. Часть людей попадает непосредственно из бани на лечение. Если вы паритесь неправильно. Если вы неправильно используете особенности нациальной бани, применительно к своему здоровью, к возможностям своего организма. Любая баня — это тепловая нагрузка на ваш организм, которую должна выдержать, в первую очередь, сердечно-сосудистая система. Вариантов много. И, казалось бы, самая лучшая баня — это турецкая баня Хамам. Там самая низкая тепловая нагрузка. В Барной температура около 40 градусов по Цельсию. Сазаком плюс, разумеется. Но! Это не самая простая баня во многих случаях. И об особенностях национальной турецкой бани вы узнаете в этом моем видео. Какие же основные факторы работают в парной турецкой бане? При нормальной температуре тела в подмышечной области у вас 36,6 градусов по Цельсию, на коже 33. Иными словами, при температуре выше, чем 33 градуса по Цельсию, вы не можете охлаждаться, нагревая окружающую вас среду. В турецкой бане около 40. И идет мягкое постепенное прогревание организма. Для предупреждения перегревания ваш организм начинает единственный оставшийся механизм выделять пот в попытке его испарить с поверхности кожи. Но в турецкой бане стопроцентная влажность. Ну, практически стопроцентная. Что мешает активному испарению пота. И он просто стекает с поверхности тела. Идет очищение крови, очищение организма. И как это делать правильно с точки зрения обмена воды в вашем организме? Я рассказал целые серии видео, относящиеся к особенностям русской бани. Как правильно создать запасы воды в организме и как правильно пить в бане, чтобы очищение организма было максимально полным. А за этим идет и оздоровление. И, казалось бы, этот момент очень мягко происходит. Все остальные бани в парной температура значительно выше. Если бы так просто было, я бы не писал это видео. В той же парной, когда вы находитесь в среде со стопроцентной влажностью, резко снижается содержание кислорода во вдыхаемом вами воздухе. А это значит, что если в детстве вы часто болели простудными заболеваниями, или остались какие-то хронические заболевания органов дыхания, усвоение кислорода из такой обедненной смеси резко снижается. Если вы приехали внезапно, решили поехать отдохнуть в горы, и там оказалась турецкая баня, то вы еще переместились вертикально. И воздух уже в этой среде, в окружающей вас среде, концентрация кислорода снижена. В бане, соответственно, будет еще ниже. Если вы попали на разные стадии адаптации, а минимальное время на адаптацию трое-четверо суток после переезда, например, средняя неделя, а полная адаптация проехала через две недели, то у лиц с неустойчивой вегетатикой, не имея в виду тех, у кого есть веитосуистая дистония по любому типу, или нейроциркуляторная дистония, или гипертоническая болезнь, у вас могут возникнуть проблемы с адаптацией в бане. Как и проблемы с адаптацией к тому региону, куда вы вдруг переехали. И эти моменты нужно учитывать особенно тем, у кого есть склонность к атеросклерозу сосудов. Для того, чтобы перенести все-таки нужное количество кислорода вашим клеткам, прежде всего, головному мозгу, ваше сердце вынуждено работать более интенсивно. И если есть ишемическая болезнь сердца, если есть атеросклероз, аорты, либо коронарных сосудов, у вас может быть приступ инфаркта прямо в такой мягкой бане, которая, казалось бы, не может навредить по причине очень небольшого температурного изменения диапазона. Конечно, многие были в Турции, в Египте, многие ездили в Арабские Эмираты, где достаточно более интенсивная жара и более продолжительное время. Но! Там воздух сухой, там дыхание происходит значительно легче. Вам проще взять, даже при наличии проблем с органами дыхания, кислород из дыхаемого воздуха. Из воздуха со стопроцентной влажностью кислород взять очень проблемно. Поэтому эти моменты нужно обязательно учитывать. Мало кто на это обращает внимание, а потом вдруг приступ с инокардией, приступ гипертонической болезни, не говоря уже о более серьезных последствиях, которые может принести банальная вот такая легкая турецкая баня под названием хамам. Остальные процедуры в бане прекрасны. Да! Массажи, которые следуют за этим, они способствуют очищению крови, очищению кожи и оздоровлению вашего организма. Очень важно учитывать этот серьезный момент, о котором я обратил внимание. Если вы имеете проблемы с органами дыхания, то нужно их правильно подготовить, чтобы турецкая баня не преподнесла вам не самый приятный сюрприз. Особенно нужно аккуратно относиться к эфирным маслам. Разные ароматы можно распылять в турецкой бане и они по-разному влияют на органы дыхания. И те ароматические вещества, которые создают для вас комфортную ситуацию, эмоционально комфортную, да, вам еще одна услуга в парной, но все-таки ароматические вещества они выполняют и роль окислителей. Они могут ухудшить или изменить не в лучшую сторону состояние как органов дыхания, так и сердечно сосудиста системы. Это тоже нужно знать. Да, у части людей снимается бронхоспазм и облегчается дыхание. Если у вас бронхоспазма не было, вы никакого дополнительного эффекта, никакой дополнительной опции не получаете. И этот момент его нужно учитывать, особенно если вы систематически посещаете турецкую баню. Как правильно подготовиться к турецкой бане? Какие вредные привычки нужно забыть в разном сроке перед баней? Я рассказал в видео про особенности русской бани. Там просмотрите, наберите в интернете особенности русской бани все части, и вы попадете на целую серию моих видео, в которых я это подробно описываю. Как и правильно выйти из бани? Что делать после бани для того, чтобы сохранить лечебно-оздоровительный эффект и укрепить ваше здоровье и подготовить себя к новому походу в баню? Чтобы здоровье укреплять, а не тратить? Иммунитет усиливать и организм очищать правильно у тех шлаков и токсинов, которые через щели в окнах при неправильном дыхании, когда вы не знаете, как правильно дышать в окружающей вас среде, вы получаете те же проблемы с органами дыхания, и они могут обостриться в любой бане. Но самая большая опасность для тех, у кого есть хронические заболевания органов дыхания, конечно же, это все-таки турецкая баня. Ее нужно правильно учитывать, тогда турецкая баня принесет вам только пользу. А вред останется только в памяти о том, что да, вы могли попасть на проблему, но вы вовремя нашли мое видео, вовремя устранили те проблемы, которые у вас были, и теперь паритесь в свое удовольствие, безопасным образом очищаете свой организм, укрепляете иммунитет, продлеваете свою жизнь. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать про особенности национальной бани, а именно турецкой бани хамам. И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео, как воспользоваться этой информацией, я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И в скором времени вы узнаете особенности другой бани, которую я вам расскажу, чтобы вы их так же правильно использовали. Разные виды бани есть. Вы можете использовать любую из них, но обязательно правильно. Тогда ваше здоровье будет только лучше. До новых встреч на моих каналах!